Да, всем привет. Меня зовут Семен и сегодня я вам буду рассказывать про авторизацию в 2021 году. Вообще я про это уже рассказывал не так давно на Holy.js с Мартином Сплитом. Кто-то видел этот доклад? Нет? Нет? А, вот один человек. Окей, хорошо. Но проблема с этим докладом произошла в том, что, ну, как бы он был на английском, то есть, ну, я решил еще сделать для русскоязычной аудитории этот доклад. И, кажется, я там не до конца постарался, потому что я нашел обзор на мой доклад, и там вот было как-то вот так вот. Мартин Сплит и Семен Левенфорн, Паусен, Сюэй и Практис. Блин, а почему вы взяли такой скучный доклад вообще? Вот. И, ну, я сделал работу над ошибками. Сейчас будет не скучно. Но также я дальше увидел еще одну проблемку, что я не смог донести людям, о чем я вообще, ну, рассказывал. А именно, вот, далее. Авторизации? Там авторизация. Авторизация. Авторизация, то есть. Не, авторизацию на фронтинге, на джаваскрипте. Я, кстати, тоже не совсем понял, зачем. И, в принципе, оно верно, да, потому что авторизация на клиенте – это как-то странная штука, и, ну, как бы, это обычно делается на бэкэнде. И начать свой доклад я бы хотел с… Так, рано. В посвящении вас в секту свидетелей драматического отличия авторизации от аутентификации и их обоих от идентификации. Так. Начнем с аутентификации. Ну, здесь вообще-то я решил потестировать новую эмельку яндексовскую, балабобу, но, в принципе, она неплохо справилась. То есть аутентификация – это проверка подлинности чего-то обычно при помощи пароля. Авторизация – это уже процесс получения доступа к некоторому ресурсу с помощью, там, токена или ключа, который генерируется только один раз для данного объекта. Ну, про один раз это тут балабоба все-таки перемудрил. Вот. Но, в целом, то есть мы сначала при помощи там пароля получаем некий токен и с помощью этого токена уже мы можем там пройти куда-то и так далее. Ну, то есть, опять же, там, с тем же самым бейджиком. Бейджик – это вас уже токен, вот, а, ну, в какие-то там комнаты вас могут, допустим, пустить, в какие-то не могут. Вот. Ну, а с идентификацией балабоба вообще отлично справился. Так. Назад. Ну, ладно. Без идентификации. И, собственно, если правильно, то вообще мой доклад должен называться «Это я или аутентификация в 2021 году». Вот. И начать мне хотелось бы, так, вот, с моего pet-проекта. То есть это типа такой инстаграмчик, но где только животные. И, в принципе, он уже практически готов, но вот кроме одной маленькой вещички я не сделал… Да, я вот забыл сделать sign-up, sign-in-flow, вот, то есть делать как раз аутентификацию, вот это все дело. Ну, как бы, что, я профессионал. Нормально, сейчас быстренько поправим. Но перед тем, как делать всю эту вещь, я хочу поставить себе некие цели. То есть, что я хочу от входа и регистрации, какой опыт для пользователя я буду предоставлять. Ну, для начала хочется, чтобы, ну, для пользователя это было просто. То есть он просто взял и зашел. То есть чтобы ему не надо было вот это вот кричать, как у меня в докладе, типа «Это я!». Дальше, чтобы он мог заходить откуда угодно, вот, то есть, ну, вне зависимости, там, с телефона, с микроволновки и так далее. И главное еще, чтобы это было безопасно. Вот. Ну, и первое, что приходит на ум, это также, конечно, классический логин и пароль. То есть, ну, здесь даже особо разговаривать не о чем. Как это у нас с точки зрения взаимодействия с бэкэндом происходит? У нас есть некая страница регистрации, у нас есть некий бэкэнд. Мы посылаем ему пост, там, допустим, пост-запрос, ну, передаем там имя, e-mail, пасворд. Обратно от бэкэнда, если все хорошо, получаем статус-ок и проставляем сессионную куку, которая уже как раз будет отвечать про авторизацию. То есть, вот. И на входе, в принципе, плюс-минус похожая история. Мы отправляем e-mail пароль, который, ну, при регистрации ставили. И при, ну, ответе с сервера, проставляем куку. Все хорошо, все замечательно. В принципе, классическая история. Давайте, как это у нас выглядит, если кто вдруг не имел дело с логином, паролем. То есть, там, вводим свое имя, вводим e-mail, какой-нибудь суперсложный пароль. Да, вот. И все, мы зашли. Вот. Заходим в профиль, логаутимся и здесь вводим свой e-mail пароль. И, собственно, мы в системе. Да, и вот тут мы встречаем очень интересный костыль из мира логинов и паролей, который называется пасворд-менеджеры. Вот. Ну, я обычно, у меня хорошая память, я все запоминаю. Вот. Поехали дальше. Да. И, в принципе, что мы получаем с логином и паролем? Ну, всем пользователям это плюс-минус знакомо. Ну, то есть, это везде. Реально можно зайти откуда угодно. Но безопасно ли это? Давайте посмотрим, какие обычно пароли используют пользователи. Так. Ага. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кверти, пасворд. Ну, кажется, что не очень безопасно. В принципе, это обычно во многих сервисах затыкают так называемой парольной политикой. То есть мы там вводим, что у нас минимум там 20 должно быть, минимум 20 символов пароли, там одна большая буква, однострочная, одна еще такая-сякая. Вот. Ну, а потом уже ловим какие-то такие оценки, отзывы, что… Вот, ну, как бы… И ладно, если бы только такие отзывы, а если так подумать, давайте представим, что мы можем видеть, что вводит пользователь. То есть было изначально до парольной политики Кверти. Давайте посмотрим же, что стало. Ага. Безопаснее, безопаснее. Ну, ладно. И мало того, что сами пароли, они вот, ну, не слишком уникальными порой становятся. Так, они еще в любом случае у нас подвержены… Так, да. Они могут утекать. И причем утекать не всегда даже, ну, там, хакерами какими-то и прочее. А вот как-то так, что, типа, там, безопасники настраивают VPN, добавляют все правила, ты-ды-ды-ды-ды-ды, а пользователь использует одну учетку на всех. Вот. И все, как бы, приехали. Да, и какие еще шаги предпринимаются по усилению безопасности? Это двухфакторка. То есть что вообще такое факторы аутентификации? Это, например, что-то, что мы знаем. Например, там, пароль, что-то, что мы имеем. То есть это может быть, там, телефон, сим-карта, ну, какой-то физический объект. Вот. И также еще Википедия говорит про то, где мы находимся. То есть GPS, там, IP и прочее. Но это обычно уже используется, там, ну, на других слоях защиты. То есть это обычно, обычно используется, ну, вот два фактора. То есть, там, пароль и телефон. Да. В принципе, еще… Так, нет. В принципе, еще вот такие бывают, мой любимый, ну, там, метод мультифакторки. Что я просто берусь, постоянно сбрасываю пароль через e-mail. Но также у нас есть более такие распространенные штуки, а именно смс или пуши. Вот. Смс, в принципе, прикольная тема. Но, во-первых, для моего педпроекта это будет дороговато. Вот. То есть, ну, все время там смски посылать. Ну, я все-таки хайлоуд ожидаю. Вот. И, ну, также в чем проблема с смсками, что они на самом деле не такие безопасные. Потому что есть возможность перехвата смс, то есть там есть, прям, отдельный пейпер про это все. И, ну, то есть с безопасностью они не очень хорошо справляются. И в том числе они не такие удобные. Например, это у меня был реальный юзкейс, когда я был этот, был в Индии. Мне нужно было там что-то, ну, в каком-то банковском, в каком-то банковском приложении подтверждать свои действия. И они приходили только по смски. И мне вот приходилось там искать эту симку, вставлять ее. И вот это вот все, ну, то есть не очень удобно. Альтернатива у нас есть пуши. В принципе, вот это уже неплохо. Но проблема с пушами заключается в том, что на том же самом iOS девайсах их, ну, как бы, нет. Вот. Ну, в плане того, что из веба я не могу достучаться, ну, послать какое-то пуш-уведомление. Вот. Какие у нас еще есть альтернативы? Это, да, это one-time пасворды. Вот. В принципе, тема тоже довольно такая распространенная. Мы там генерим какой-то секретик. И из этого секретика вычисляются циферки, которые меняются там раз в 30 секунд обычно. Вот. Как схема у нас меняется при взаимодействии с бэкэндом? То есть было у нас при логине пароли так. А при OTP, то есть мы когда регистрируемся, мы послаиваем там имя, email, пасворд. Обратно мы получаем секрет, который, чтобы мы могли там проставить или в ссылочку. И также еще QR-код, чтобы это можно было отсканировать. Вот. И проставляем также некий там временную куку. То есть мы еще пользователю полноценный токен не даем. И да, у нас регистрация немножечко начинает разрастаться. У нас есть второй шаг, когда мы посылаем пост уже запрос с кодом, чтобы подтвердить, что пользователь нормально все настроил. И если все хорошо, то статус ок, проставляем сессию, все хорошо. Вот. Как это у нас выглядит. То есть мы вводим, да, имя, email, пароль. Я вот специально это не убирал, чтобы вот, так сказать, показать, насколько это удобно. Насколько это удобно, порой бывает. Да, вот у нас QR-код появился. Вот. У нас появился код. И вот я тут сейчас пытаюсь быстренько-быстренько вести. Я переживаю, у меня мало времени. Ошибаюсь. Так, быстрее, быстрее. Оп. Что-то у меня дернулась ручка. И, а, не успел. Не успел. Окей. Еще раз. Еще раз. Так. Вводим, вводим. Быстрее, быстрее. Время тикает, тикает. Оп. Успел. Успел. Хорошо. И теперь, когда мы выходим, опять же мы вводим сейчас email пароль. Угу. И так у нас вот. Ага. Опять сейчас у меня время закончилось. Отменяется. Да, давай еще раз. Вводим этот код. И, собственно, мы уже попадаем в приложение. В принципе, неплохо. Что мы у нас получаем с OTP? Это то, что у нас постоянно меняется пароль. Реально. Он уже никуда там не утечет. Ну, если только секрет. Ну, допустим, что с секретом все хорошо. И у нас всегда уникальный постоянно меняющийся пароль. Его уже там просто так не подобрать. И довольно дешевая имплементация для моего педпроджекта. В принципе, великолепно. Великолепно. Но знаете, вот когда я имею дело с OTP, я вот поменяю к Counter-Strike. Когда мне нужно было быстренько-быстренько там вот эту бомбу обезвредить. И вот как бы, да, не очень-то это удобно. Ну, и также у меня-то для массового пользователя педпроджект. А у нас, да, это вот обычный пользователь, как бы, ну, не знакомый с таким флоу. Там не знаю, мама, бабушка, они вообще не в курсе, что такое существует. Так же нам, ну, дополнительное приложение какое-то нужно вставить. И кажется, что это безопасно, но one-time пассворды все равно подвержены фишингу. Вот. И да, альтернатива на самом деле есть всему этому. Это называется WebAusen. Это стандарт, который, если я правильно помню, в Level 1, он вышел в 2019 году, но разработка над ним уже довольно давно, там, то ли с 16, то ли с 14 ведется, то ли что-то такое. Вот. Ну, довольно такой свежий, но продуманный уже стандарт, который, ну, и когда обычно говорят вообще про WebAusen, подразумевают два вида ключей. Первый – это кросс-платформенные ключи. Это вот как слева вы видите, UBK, вот, и платформенные. Но, опять же, у меня-то для обычных пользователей все. И вот UBK, ну, я лично не представляю, чтобы там у меня, у мамы был какой-то UBK, вот. Ну, а телефон у нее есть. Вот. И, собственно, буду в основном рассказывать про платформенные ключи и как с ними взаимодействовать. Да. Здесь мы видим схему, как у нас идет взаимодействие с сервером, когда у нас есть one-time password. Так. Не туда нажал. Еще раз. Да. Не на ту кнопочку. Что у нас происходит? Мы на первом этапе посылаем, опять же, там, имя, email, пассворт, получаем статус окей. И потом идет так называемая церемония. Ну, это прямо реально так и называется. Церемония WebAusen. Фронт-энда с сервером. Из чего эта церемония состоит? Первое – это из запроса челленджа. Что такое челлендж? Это… Так, да, вот мы запрашиваем челлендж, мы его получили. И давайте мы его сейчас посмотрим. Челлендж – это вот такой вот джейсончик, вот, в котором есть… Так, где у нас… Ага, вот. Где у нас есть вот некий челлендж. Это рандомная строка, которую нужно будет подписать на фронт-энде. Есть информация про relay party. Это, ну, про сервер. То есть здесь мы видим домен, который как раз позволяет защищаться от фишинга. Там название, некая там информация про юзера. Есть еще… Да, остальные параметры, они пока что не так важны. Они, в принципе, хорошо описаны на MDM. И сейчас, давайте, да, на них останавливаться не будем. То есть мы с сервера получаем такую штуку. Но единственное, вы здесь можете заметить, что написано RA-буфер. Вот. То есть когда мы получаем это, ну, уже с сервера, то есть мы это получаем обычно в B64 формате. И нам это нужно кодировать, декодировать. Вот. За это как раз отвечает функция convert-create-option. Но это моя кастомная функция. Там ничего интересного нет. Опять же, все демки, которые вы видите, в конце будет QR-кодик на репозитории. Там можно будет поиграться прям со всеми именно этапами, начиная от логина пароля и вот самыми последними. Вот. Что мы делаем на клиенте, когда уже, ну, получили вот эти данные? Мы вызываем специальную функцию, которая называется navigator.credential.create. Что она делает? Ну, то есть мы сюда передаем вот эти вот опшены, которые получили от сервера. И тут возвращается некая тоже, ну, не буду сейчас сильно на этом останавливаться, всякие данные, которые мы обычно просто берем и отправляем на этот, на сервер. Но единственное, опять же, мы их из RA-буфера перегоняем в B64, чтобы, так сказать, в JSON-чиках все нормально гонять. Вот. Да. И мы берем и вот эти credentials отправляем на вторую уже ручку, называем slash add. И если все хорошо, то получаем статус ok. Так, да, на входе почти похожая история. Мы отправляем, ну, тоже делаем запрос за челленджем. Получаем немножечко другой, ну, покороче челлендж, насколько вы видите. То есть здесь мы видим челлендж, некий список ключей, которые доступны для этого пользователя, чтобы, ну, удобнее можно было их загрепать там на уровне системы. И там тайм-аут и требования к верификации юзера. Так. И уже эти данные мы прокидываем в navigator credentials get. То есть это когда для входа. То есть мы когда именно регистрируемся, мы вызываем create, то есть мы создаем вот этот вот приватный ключ, а когда мы хотим уже зайти, нам нужно его получить с устройства. И то есть мы берем, опять же, это все отправляем на flash verify. Ну, тут, опять же, название ручек могут быть любые стандарты. Это уже никак тут не ограничивает. Если все хорошо, то ok. Да, опять же, у меня здесь в основном все про фронт-энд. Вот, если, ну, вы там придете на работу и скажете, что я хочу там сделать веб-утификацию и вот это все, но типа бэкэнд-разработчики спросят, а мы-то что нам делать. Вот, есть репозиторий, называется Asom WebAusen, и здесь есть вообще сертифицированный сервис, веб-сервер от этого, от фида альянса. То есть это вот прямо вот веб-утификация как сервис. Просто вы берете там докер-контейнер чуть ли не поднимаете и все у вас заработало. Либо также еще есть различные там имплементации на различных языках, в том числе вот, ну, я использовал, например, на Node.js, где там simple web-аутсинг. Вот, то есть оно именно, опять же, все тесты фида альянса проходят. Фида альянс это, собственно, те ребята, которые всю эту штуку заимплементили, продвинули. Окей, погнали. Да, и смотрим, как это вообще выглядит. Мы вот ввели уже какие-то там данные, нажимаем sign up. И тут мы видим поле для никнейма. Это такое, опять же, вспомогательное поле, чтобы потом дальше можно было нормально менеджить вот эти вот сертификаты. У нас тут система спрашивает, а хочешь ли ты пользователю дать возможность Touch ID достучаться приложению. Я говорю, что да, трогаю Touch ID и все, собственно, я зарегистрировался. Вот. Здесь, ну, да, если я правильно помню, сейчас я буду показывать, как добавлять еще один пароль, вернее, ключик. Вот. Давайте попробуем, опять же, этот же самый ключик, попробовать добавить еще раз. Вот. Пробуем. И мне тут браузер говорит, что, типа, не могу этот ключик добавить, потому что он уже, как бы, к этому аккаунту привязан. Вот. Это, опять же, просто ограничение, чтобы вы знали. Вот. Так же, да, вот, казалось бы, у меня есть вот, ну, один MacBook, казалось бы, один сенсор отпечатка пальцев, а давайте я попробую зайти на этот же сайт, то есть я уже зарегистрировался на предыдущем шаге. Давайте я попробую теперь зайти из Chrome того же самого. Пробуем. Вводим наши любимые логины и пароли. Заходим. Да. Verify. Говорю, что this device. И мне вот что-то говорит Chrome, что нельзя. Нельзя почему-то. Окей, ладно, я сделал небольшой бэкдор для этого. Давайте просто нажмем на логотип, и мы все-таки зайдем. И попробуем добавить ключик уже из Chrome. То есть, опять же, казалось бы, Touch ID, вот это все одно, но мы вот пытаемся из Chrome добавить еще один ключик. Трогаем Touch ID. Так. И насколько мы, как мы видим, что еще один ключик добавился. Хотя, казалось бы, Touch ID один. Но нет. Проблема заключается в том, что браузеры сами имплементируют вообще вот эту работу в веб-аусен. И вот вы, например, здесь можете увидеть интересное отличие. Здесь вот выводится каунтер. Каунтер это тоже специальная штука в стандарте веб-аусен для того, чтобы не было каких-то реплай-атак. Чтобы у вас там не угнали ваш ключик, каким бы то ни было образом, там скопировали, либо еще что-то. И не могли им воспользоваться. То есть, когда я пользуюсь ключом, вот этот каунтер обычно он инкрементируется. И на сервере я смотрю, чтобы этот каунтер был больше, да, вроде, больше, чем предыдущий вызов с этим же ключом. Окей. Также еще, в принципе, мы можем делать не только вот как второй фактор использовать веб-аусен, а еще… А, так, там видео, кажется, не было. Так. Ну ладно, здесь я еще показывал, что вот у меня есть кнопка там somewhere secure action. То есть, можно также не только там во время логина и прочего делать взаимодействие с веб-аусен, а также еще по мере работы с приложением. А, вот, теперь заработал. Вот, то есть, я делаю какое-то событие, вот, просто прикладываю пальчик и все, дан. Ну, удобно же. Удобно? Нет? Хорошо. Дальше будет еще удобнее. Вот. Какие у нас могут быть клиентские ошибки вообще, когда мы работаем с веб-аусен? Первое очевидное, это если у нас происходит какая-то ошибка в контракте. То есть, ну, мы вот где-то вот в этой JSON-ине что-то не только передали, но обычно, если мы работаем с теми сервис, имплементациями, которые я показал ранее, то там, скорее всего, все будет хорошо. Вот. Также еще есть по таймауту. То есть, если пользователь долго там не нажимает пальчиком своим, то, ну, просто по таймауту отвалится. Либо также, если у пользователя нет аутентификатора. То есть, если его пользователь, ну, грубо говоря, пытается зайти, ну, но у него аутентификатора нет, либо нету… Хотя, ладно, про это потом. Вот. И также у нас есть серверные ошибки. То есть, что тут может быть? Это либо у нас неправильная аттестация. Это такая довольно интересная, сложная тема. То есть, все вот эти вот ключи, они могут проходить аттестацию. Ну, если интересно, в колуарах об этом пообщаемся. Вот. Также еще есть ли с фишингового сайта это все пришло. То есть, там есть на это проверка. Вот. Есть еще чуть меньше, чем на сервере. Ну, и, конечно, если сервер упал, тоже будет, по идее, серверная ошибка. Так. Да, что мы получаем с веб-аутсен? Это очень, ну, реально очень безопасная штука. По сути, по сути, веб-аутсен – это привнесение той штуки, к которой мы, как программисты, уже давно привыкли. Это история про приватные публичные ключи. Так. Он, ну, когда мы работаем с веб-аутсен, у нас довольно, ну, мало телодвижений, нам не нужно там за телефоном тянуться или еще что-то. Просто взяли там, прикоснулись к тому же самому сенсору, и все хорошо. Вот. И пользователи, в принципе, знакомы с этим поведением из мобильного мира. То есть, в те же самые банковские приложения и прочее, когда вы заходите, вы уже, ну, по-любому там, либо фейс-айде, либо там пальчиком прикладываете, чтобы вас туда пустило. Ну, просто проблема в том, что то, что у нас на, в мобильных приложениях есть, это проприетарная штука. То есть, у андроида там свое, у iOS свое, а тут я говорю о веб-стандарте. То есть, это на любом там, в любом браузере есть, ну, и скоро, скорее всего, и до кофевара, когда идет тоже. Так, да. Какие еще есть возможности у веб-аусы? Где можно его использовать? Ну, например, как вот я сказал, с банковскими приложениями. То есть, для Resign-in Flow, ну, то есть, когда там пользователь долго где-то не ходил, ну, не заходил на наш сайт, и хотим сделать эту процедуру повторного входа более приятной. Здесь про что нужно знать на стороне клиента, что есть такой великолепный java-style метод у объектика public key-credential is user-verifying platform authenticator available. То есть, доступно ли на этой вот платформе, ну, вернее, доступно ли на этой машине платформенный ключ? Платформенный ключ это как раз то, что там touch ID, face ID, ну, то есть, это не UBK. UBK это просто платформенный. Вот, и если все хорошо, то мы показываем там некую модалочку. Вот. И также, что нужно знать, что когда мы делаем authenticator selection, это когда нас на сервер приходит, мы проставляем явно, что вот только платформенные ключи мы хотим заселектить. это чтобы, опять же, с точки зрения user experience было все более гладко. Давайте лучше сразу посмотрим, как это вообще на практике проходит. Вот, мы уже зарегистрировались, там зашли на мой сайтик, и мы тут видим всем знакомого из мобильного мира модалочку, типа, а хотите ли вы быстренько заходить в будущем? Активировать, не активировать? Ну, я, естественно, хочу. Вот, нажимаем activate. Вот, у меня опять всплывает модалочка, что хотите ли вы позволить touch ID. Да, прикасаюсь. Все, готово. И теперь, если, ну, мы не будем ждать, пока у меня там сессия про-экспирится. Так. А, у меня, да, здесь есть специальная машина времени. Да. Немножечко проходит. Оп, оп. И когда мы в следующий раз заходим на мой сайт, у меня будет такая вот кнопочка, Resign In. Нажимаю continue, прикладываю пальчик, и все, я уже в системе. Что тут нужно иметь в виду? Кстати, да, почему я не сразу вообще показал вот эту вот штуку, что типа приложите пальчик, а только после нажатия на кнопочку. Это прям ограничение у Apple есть, то есть в Safari, что мы не можем вызывать вот эти вот методы get и create до того, как пользователь сделал какой-то интерактив с нашим сайтом. если он сделал, то мы уже можем это вызывать. Вот. Так. Да. Вроде бы все хорошо, но у нас все еще есть пароль, блин. Мы, ну, я же говорю, что с ним же плохо, но у нас все еще есть. И я офигел, я офигел, но оказывается, даже есть, да, ема, что ж такое. Вот. Есть даже международный день пароля, чтобы вы понимали. Он проходит, я уже забыл, там, каждый первый четверг мая вроде бы. Ну, и он идет сейчас там с 2012 года, ну, что-то такое. А вообще, для чего обычно международные дни-то делают? Это когда хотят поднять какую-то проблему. Ну, они, ну, обратить на нее внимание, чтобы хотя бы раз в год люди там, опять же, с теми же самыми паролями их там поменяли у себя или еще что-то. И обычно в этот день различные статьи выходят, типа, вот за этот год там, допустим, у нас утекли пароли-то оттуда, там взломали тексты туда-сюда, и вот это все. Вот. И когда я рассказывал вам про 2FA, я забыл вам рассказать про еще один фактор, который возможен. Что-то, что является частью нас. То есть биометрия. Там отпечаток пальца, сканер глаза, лицо и вот это все. Вот. И в принципе, WebAusen предоставляет нам возможность использовать два фактора одновременно в одном месте. То есть у нас есть, допустим, телефон, ну какой-то датчик. И также у нас есть биометрия. Вот. Но также стоит учитывать то, что на некоторых платформах, например, на той же самой там IOSI, если вы у вас не этот, ну не распознается ваше лицо, вы также еще можете, ну тут переходит немножко в другую, другая комбинация факторов. Ну мы используем телефон и пин-код. То есть уже не биометрия. Но тем не менее, опять же, два фактора есть. Вот. И что я вам скажу, если мы можем вообще тогда обойтись без паролей. Прикольно же. В принципе, тоже тема довольно не новая. Раньше она там, ну на том же самом IOSI 0 использовалась с использованием телефона или e-mail. Но я покажу, что это можно сделать еще приятнее. Вот. И что здесь нужно знать с технической части, что authenticator selection делаем, что user verification required. это штука, что про то, что мы требуем от машины пользователя, от этого ключа, чтобы он требовал какой-то интеракции с ключиком от пользователя, чтобы он не мог просто сам взять и активироваться. И как это у нас выглядит? Вводим свое имя, спрашиваем, опять же, доступ к Touch ID. Все хорошо? Все. Все. Мы уже в системе. Великолепно. Пытаемся разлогиниться. И у нас всего лишь одно поле. Пишем e-mail. Нам выскакивает такое окошечко. Continue. Трогаем. И все. Все. Супер. Удобнее же? Нет? Пишина. Окей. А что я вам скажу, если можно пойти еще дальше и сделать вообще loginless? То есть мы вообще ничего не заполняем, просто берем, прикладываем пальчик и попадаем в систему. То есть тут, опять же, с технических деталей, что нужно знать, что при create мы должны задавать, что require resistant key. Это штука, которая говорит о том, что этот аутентификатор должен хранить в себе информацию о приватном ключе и также еще о метаинформации вот. А когда мы вызываем get, мы тут передаем low credentials пустой массив. То есть мы ничего вообще не передаем. Для чего это сделано? Для того, чтобы пользователь сам это выбрал. Ну, сам выбрал нужный ключик. Давайте посмотрим лучше на примере, как это выглядит. Мы нажимаем на sign up и у нас возникает уже знакомое окошечко. Трогаем пальчиком. Ты дымс. И мы в системе. Все, мы уже зарегистрировались. Все. Теперь я пытаюсь разлогиниться. Идем на главную страницу. Нажимаю на sign in. И тут мне возникает список из всех ключей, которые я ранее уже в демках заводил. Но мне интересен вот самый последний. Это user1. Вот. Так. Нажимаем на continue. Трогаем. И все. Все. То есть вообще ничего мы не вводили. Просто взяли, как бы зарегистрировалось, взяли, зашли. По мне великолепно. И в принципе, эта история считается самой безопасной. Вот. То есть есть вообще, ну, начиная от shared passwords и вот в самой верхней, если мы посмотрим, самый безопасный считается, это passwordless. На что здесь еще надо обратить внимание, это на правую колоночку. А правая колоночка, она вообще про то, что в целом, в целом, стопроцентной безопасности ни с каким из этих, ни с каким из способов мы не достигнем. То есть каким, ну, всегда безопасность, это же про что? Про баланс на грани, и удобство, и хитрые выдумки. Давайте так. Вот. Да, и кто-то может сказать, а что будет, если я потеряю свой телефон? То есть я же вот, например, ну, это вот я с компьютера, ну, показывал все это, но в принципе, это все то же самое, работает на телефоне. И что делать, если я его потеряю? Окей, в принципе, это вполне резонный вопрос. Давайте пойдем, посмотрим в спецификацию и читаем, что здесь написано. Эта спецификация не предоставляет какого-либо протокола для бэкапа приватных ключей и шаринга его. Нормально, нормально. Ну, то есть, как бы, если потеряли, то потеряли. Как раз для этого в спецификации также указывается, что если вы предоставляете, ну, вот в AppAus вот это все имплементируете, то вам нужно еще имплементировать возможность добавления нескольких ключей. То есть обычно говорится, ну, про такой способ. То есть, когда я там, например, из телефона уже залогинился и с компьютера, то я уже могу спокойно одно из этого устройства потерять. И доступы у меня не пропадут. Так. Да. И какие здесь есть отходные пути? Один из них это сделать возможность восстановления. То есть, это мы делаем какие-то коды восстановления, мнемоник фразы, e-mail, sms, ну, или уже те же самые логины и пароли. Но, но, есть еще альтернативный вариант. Так. Это имплементировать возможность делиться сессией. Также еще есть довольно такая очень драфтовая штука от UbiKey. Ну, по этой ссылочке можете посмотреть. Они там пытаются свою тоже экстеншн сделать для того, чтобы можно было шарить вот эти приватные ключи. Но там довольно-то тоже неудобная штука. И она, говорю, она еще очень сырая-сырая. То есть я скорее склонен к вот этой штуке смотреть, чтобы возможность делиться сессией. И давайте вообще подумаем про так называемый share out. Как мы можем вообще делиться между устройствами? Какие у нас есть возможности? Это, например, Bluetooth API. В принципе, прикольная тема, в браузерах есть, но, я насколько помню, она только для low energy девайсов. Что я не могу сказать про свой телефончик. также какая проблема? А, да, на тех же самых айфонах там это не поддерживается. Вот. Например, NFC API есть тоже прикольная штука. Знаете, вот как верните мой 2007-й там и к портам вот это вот прикладываем телефоны. И также по идее можно было бы шарить сессию. То есть мы берем один телефон, подносим второй и хоп, у нас сессия, все это перекинулось. И мы теперь на двух телефонах можем пользоваться сайтом. В принципе, прикольно, но, опять же, не везде есть, во-первых, NFC. Я, например, не знаю про эти, про компьютеры с NFC есть, нету. И, ну, и на iOS девайсах это, в принципе, не поддерживается. Этот протокол. Можно, кстати, еще через звук. Ну, как та же самая Яндекс.Станция делает, кто-то, у кого-то есть Яндекс.Станция? Нет? О, и вот, как вам вот эта магическая штука, когда вы пытаетесь ее залогинить в свой аккаунт, то есть там воспроизводится какой-то звук и прям вот магия, все хорошо. Ну, блин, это сложно. Да, 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 и вот, а если я хочу залогиниться, ну, зашарить свою сессию где-нибудь там ночью под одеялком, а у меня тут будут какие-то звуки странные сходить. Нехорошо, нехорошо. Вот. А также у нас, у нас же есть еще камера, камера, и камера есть практически, ну, в любом ноутбуке, в любом телефоне, ну, единственное, в микроволновках нету, ну, я думаю, скоро и там появятся. и в принципе с камерами, ну, реально, давайте попробуем сделать это с камерой. И что у нас есть с камерой? Это QR-коды. Это вот, например, то, как можно зашарить свою сессию в WhatsApp. Ну, реально рабочая схема. И также это у нас и в Яндексе есть, и вот в Телеграме. Но прикол-то в чем? Что в Viber, что Телеграм, что там Яндекс, то, что я показываю, это нативные приложения. А я же, ну, я пока же нативную, ну, я не умею найти. Давайте этот, ну, я, у меня же сайтик просто. Давайте попробуем, как, можем ли мы это сделать через веб. Так, поехали. Угу. Так, ну, отображать QR-коды в вебе можно, все хорошо. Я взял там, сгенерил какой-то токен. И вот внизу можете увидеть в нетворке, я там через каждые 4 секунды стучусь к серверу, типа, произошел скан этого QR-кода или не произошел. то есть, ну, это прям секретный этот. да, у меня здесь с телефоном что происходит. Я, во-первых, залогинился, вернее, зарегистрировался в системе. Отлично. И, так, это вроде, а, да. И я хочу также еще доступ к камере получить. смотрите-ка, есть все, сканирую, пишется, что да. Так, смотрим на том, и все, магия произошла. Собственно, мы взяли и теперь пошарили свою сессию между двумя устройствами. И единственное, что я здесь на телефончике не сделал еще дополнительно проверку, ну, там, на touch ID, чтобы еще раз, но в принципе можно было. Что я вот там отсканировал QR-кодик, у меня возникает просьба типа а ты уверен, что ты хочешь там на таком-то девайсе пошарить свою сессию? Да, хочу и все. Так. Да, да. Это я немножко поспешил. И в принципе, в принципе, это вот самая такая мякотка была вот на прошлом докладе, которую я не успел рассказать. И кажется, это реально прикольно. Ну, прикольно, нет? Хорошо. И тут на, когда там, две недели назад Apple на своем WWDC, что они сделали? У них был вот докладик так, мне тут сюда. Так, да, не туда. Так, это было, это было. Оп. Оп. Вот. В одном из своих докладиков, вот здесь ссылочка на него есть, рассказали про такую штуку, что, ну, как бы Apple реально молодцы. они такие, ну, смотрите, у нас есть экосистема и у нас есть менеджер паролей, который называется Keychain. А давайте в этом менеджере паролей будем хранить вот эти вот приватные ключи. Как бы взяли, соединили две вещи и реально, по сути, решили для мира, ну, для экосистемы Apple эту проблему. Тем, что мы теперь уже с осенью этого года мы сможем по сути создать учетную запись на одном там устройстве, допустим, там на телефончике, а на компьютере уже спокойно, без всяких камер и прочего, взять и зайти. То есть, оно по Keychain всего и синхронизировалось. Вот. И мне кажется, что дальше куда-то, ну, Google тоже в этой штуке подтянется. Итого, что у нас тут получается, что пароли вообще, да, не являются лучшим решением в мире аутентификации пользователей. Как бы есть альтернативы. Вот. OTP, SMS тоже не самые безопасные, в том числе и удобные. И у нас есть такой парень как VpoSum, где он, как он может применяться. Это как и второй фактор для Resign-in, для имплементации Passwordless и Loginless Flow. Вот. И также еще рассказал про возможность ShareAuth как некое решение вот этой вот болячки VpoSum, которая есть, если вы теряете пароль. Вернее, свой девайс. И, да, на этом у меня все. Спасибо вам большое. По этому QR-кодику можете перейти на репку, там все вот эти демки, которые я показывал с видео и есть. Давайте начнем задавать Семену каверные вопросы или не очень каверные. Спасибо большое за рассказ. Было очень интересно. Но с таким подходом наверное все-таки оправдан всегда иметь второй вариант входа, потому что в противном случае пользователи со старыми устройствами, всякие параноики, которые не доверяют сканерам отпечатки, просто люди, которые с телефона простая звонилка, они до сих пор в зависимости от проекта смотреть возможные использования, но как минимум, как минимум, где стою, так, вот здесь где я показывал сценарий использования, то есть не обязательно сейчас приходить на работу и говорить, все, пароли не нужны, все, мы вот все пароли берем и заменяем на веб-аусы. То есть можно в принципе сделать хотя бы перезаход пользователей более приятным. Можно второй фактор сделать более приятным, чем вот эти вот OTP-штуки. Как бы да, ну как-то так. Ну и опять же пути обхода да, по-хорошему нужно делать, то есть там как в Однокласснике я что-то там слышал, они сделали какую-то возможность по селфи, ну какая-то нейроночка по селфи восстанавливать доступ к своему аккаунту. Короче, как-то так. Но в принципе про веб-аусы уже сейчас нужно знать, потому что основная болячка с этим она уже вот Apple ее например решили. Кстати, про отпечаток пальца опять же, чтобы вы понимали, он никуда не уходит. То есть это вот чисто именно локальная тема. вот я допустим это понимаю, я говорил именно про параноиков, кто на биометре, то же самое как и с камер лица. А параноикам это вот я в колуарах расскажу, каким способом можно любой пароль вообще достать. вот ну как бы ну то, что я показывал там на табличке, то, что в принципе параноить всегда есть из-за чего. Другой вопрос, что здесь достаточно безопасности с хорошим юзер экспириенсом. Так мне кажется. Да, пока iPhone не утащит вместе с пальцами. Ну да. Да. Или с частью лица. Еще вопросы. Спасибо за доклад. Новая интересная фишка. Вопросы два-три будет и ответы в принципе понятны, но не хочется догадываться. Да. Вот ты сказал в течение доклада, что это в драфте один еще, да? Не-не-не-не-не-не. Это в левел один. Оно уже в 2019 году попало. Сейчас уже левел второй идет. Ну то есть это опять же уже это продакшн-решение. И вот буквально осенью будет еще левел третий. Но там каких-то больших изменений я пока не видел. Спасибо. Второй вопрос касается заданного вопроса к предыдущим человекам, что если мы использовали регистрацию пасворд emailless, то правильно я понимаю, что мы либо, чтобы зайти на другом устройстве, мы должны либо пошарить, как ты показывал через койду, либо туда там какой-нибудь ключ докинуть типа email все-таки должны. Пользователь что-то должен докинуть, чтобы тебя где-то идентифицировать. Да, да. Вот. И третий вопрос это кейс, когда мы теряем телефон, да, вот допустим многие сервисы предоставляют убрать авторизацию отовсюду или конкретно этот дропнуть телефон вот учетом, чтобы такой стандарт предоставляет. Да, то есть что по сути у нас, какие есть артефакты на уровне этого, на уровне сервера. На уровне сервера хранится публичный ключ. Публичный ключ, так же само, как мы добавляем публичные ключи в гитхабе и прочем, и в целом мы можем просто взять его и дропнуть этот публичный ключ и все. Мы уже с приватным ключом, который был на том устройстве, мы уже не можем зайти. Еще есть какой-нибудь информационный? Спасибо за доклад. Такой вопрос. Если рассказывали, можно пошарить. А если я хочу например у меня компьютер персональный без отпечатка пальцев, без всего, как я могу сразу зайти через вебаун? Он может предоставить доступ, чтобы я мог отпечаток пальца от телефона использовать? Хороший вопрос. Я насколько помню что-то подобное есть проприетарное у этого какого у гугла вот я не помню мне кто-то про это рассказывал буквально вчера ну что у нас есть телефончик там есть отпечаток пальца и мы когда пытаемся зайти на сайт нам приходит прям пуш уведомление в телефончик и там мы прикладываем пальчик и вот это все вот хотя в принципе плюс-минус похоже вот я показал единственное что без этого без пуша так еще раз можно напомнить то есть если нас на компьютере без отпечатка пальцев я сразу хочу сразу без телефона нет не получится ну это можно если у вас есть именно этот кроссплатформенный ключ аля юбики вот также кстати там есть вообще есть возможность использовать в паусы в хроме без наличия вообще каких-либо отпечатков там пальца и вот этого всего для девелопер для девелоперских целей вот там можно как бы эмулировать всякие различные ключи но единственное что они не пройдут аттестацию вот еще вопросы кого-нибудь нет давайте наверное тогда если нету никаких вопросов у меня есть пару пс первый пс я тут сознательно не рассказал про такую штуку как да как у вас 20 ну то есть это по сути вот то что я вам все показывал это история про аутентификацию когда вот вам реально ее нужно самим делать но мне кажется что в большинстве случаев реально будет полезнее ну и приятнее для пользователей использовать всякие вот эти вот входы через фейсбук через твиттер как у меня знакомая она говорила что у меня есть там инстаграм для фоточек и фейсбук для того чтобы заходить во всякие игры вот и то есть ну реально это удобная тема и уже у этих больших там ребят пускай болит голова чтобы делать более нежный экспириенс в плане входа и так же если вы захотите уже начать внедрить свой ну в паусин свой свой проект но тех долг не будет это вам позволять то буквально следующий доклад будет здесь ну ладно не получилось короче здесь будет доклад Михаила Башурова о том как можно бороться с тех долгом вот так что приходите да уже ладно я уже рассказал всем спасибо спасибо